Привет, ребята! Рассказываю историю. В общем, выслали мне коллекционную версию игры, или не коллекционную, может быть, это пресс-версия, в общем, не суть, особенную какую-то версию игры, подарок, игры, которую вы, наверное, уже прочитали в названии, а если не прочитали, то будет интереснее. В общем, я её ждал, и выслали мне её напрямую из США сюда, к нам в Россию. Я её ждал-ждал, и тут мне приходит письмо с нашей таможни. В письме сообщалось, что с посылкой проблема, потому что там отправитель как-то не заключил какой-то договор, в общем, нужно переоформлять всё на таможне, и вдобавок ещё посылку нужно вскрыть и посмотреть, что в ней, описать в этом оформлении. Ну, в общем-то, а я не знаю, что внутри, я такой говорю, ну, это подарок, ну, хорошо, оформляйте там туда-сюда. И у них возникли какие-то трудности с тем, чтобы понять, что внутри. Они меня спрашивают, я говорю, я не знаю, это подарок, я честно не могу описать всё-всё, что находится внутри. И когда в результате всё закончилось хорошо, посылка здесь, но когда она пришла, я осознал, какие трудности возникли на таможне, и, по-моему, это довольно забавная история. Это вот такая коробочка Warner Bros. с вот такой более красивой коробочкой внутри. И как только мы снимаем крышку, мы видим внутри следующее. А теперь представьте, какое удивление было у таможенников, когда они увидели здесь замок, фонарик, и в остальном всё это не открывается, и посмотреть, что внутри просто невозможно. Более того, на таможне пройти этот квест, рассчитанный на детей, наверное, не смогли, и немножко разодрали мне коллекционку. На самом деле, вот эта вот фиолетовая часть, она вклеена вот в эту зелёную, и никак не должна сниматься. Однако они её оторвали, как-то там, не знаю, может быть, ножами поддели. В общем, у них это получилось, к сожалению. И они добрались до внутренностей, но сам факт, сам факт, я даже не знаю, расстраиваться или смеяться. Однако это какая-то совершенно прекрасная коллекционка. На самом деле, автором её зачёт такого я ещё никогда не видел. Как вы видите, здесь располагается замок с четырьмя цифрами, которые нужно подобрать. И фонарик. Диодный фонарик. Самый обычный. Давайте попробуем решить эту головоломку, которую не смогли разрешить работники нашей таможни. Во-первых, тут проглядывается диск с игрой, какая-то карточка. Я смею предположить, что, может быть, эту карточку нужно достать каким-то образом. Ты избран в честь премьеры игры LEGO DC Super Williams, которая намечена на 19 октября. Мы дарим тебе уникальное издание LEGO DC Super Williams Deluxe Edition, которое позволит сразу же оказаться в эпицентре событий. В него входит великолепная и единственная в своём роде LEGO челюсть. Ой-ой-ой, тут спойлеры. Надеюсь, ты готов устроить уморительную злодейскую заварушку. Никогда не забывай, как хорошо быть плохим. Нет, я не угадал. Значит, это надо было увидеть после открытия. Но на самом деле, больше там ничего внутри достать нельзя. Прямо сейчас будем думать. Так. Если честно, конечно, с первых секунд сложно понять. Тут также есть отверстие для ключа. Для ключа. Так, всё, я догнал. Я понял. Смотрите. Я не знаю, будет ли вам видно, кстати. Так, вот, вам видно. Здесь единичка. Как они это сделали? Как они это сделали? Хотя, наверное, как-то это просто делается. Так, здесь написано Х. Здесь написано... У меня, кстати, гораздо отчётнее видно, чем у вас на камере. Здесь ничего нет. Здесь написано 0. Здесь написано 8. Здесь написано 0. Здесь написано 1. Так, попробуем в том же порядке. 0,8, 0,1, да? А, 0 и так стоял. Что я туплю? 0,8, 0,1. Да! Всё! Всё, дело-то двух минут. Эх, могли бы чуть-чуть потратить своего времени, подумать и не ломать такое замечательное издание. Ну да ладно, ничего страшного. Главное, что оно всё ещё внешне выглядит вполне презентабельно. Так, та самая карточка. Воу! Вот она! Вот она, друзья! Это непосредственно сама игра. Кстати, мне понравилась вот эта вот идея, то, что они в этот раз решили сделать игру, где основными героями являются злодеями. Тем более, во вселенной DC классные злодеи. И вы играете за такого новичка. Я не знаю, почему, но это мне напоминает чем-то серию Tony Hawk's Underground. Там, где вы тоже играете за новичка, и у вас как бы наставники это известные персонажи. Только там были из реальной жизни, а здесь из вселенной DC. В общем-то, я ещё в неё не играл, вот она у меня запакованная, но эта идея мне понравилась, потому что последние игры в серии LEGO супергероев были довольно-таки похожими друг на друга, и тут хотя бы какое-то что-то новое. Вот такое вот делюкс-издание, насколько я знаю, оно продаётся вот отдельно вот в таком вот виде делюкс-издание, оно в себя включает игру, сизен пасс, эксклюзивную мини-фигурку Лекса Лютера и какой-то character pack, то есть персонажей из сериалов DC. Скрываем это дело. Люблю оставлять в плёнке коробки, которые можно оставить в плёнке. Ну, то есть открываю, конечно, но плёнку оставляю. сохранится лучше и дольше. Само собой, внутри имеется диск с игрой. Немножко рекламки Лего Бэтмена. Также в этой коробке находится мини-фигурка Лекса Лютера, эксклюзивная, которая только с этим изданием, на самом деле, всегда, когда вот я прям яростно коллекционировал фигурки по супергероям, я сейчас немножко на DC-серию на самом деле подзабил, но когда коллекционировал, всегда было не по себе, а то, что выходит какая-нибудь такая вот штука или книга какая-нибудь или игра, где кладут коллекционную фигурку, которую потом очень задорого продают на ebay. Первый раз вот у меня появилось что-то такое и это приятно. Кстати, я теперь могу сходить на Аквамена бесплатно в кино в 2019 году, правда, для этого у меня, скорее всего, придется полететь в США. Смотрите, какая красота это стилбук, стилбук для игры, можно сюда убрать диск, хранить его здесь. Очень красивый на самом деле стилбук. Челюсть та самая, про которую говорилось в только почему-то одна деталь лежит отдельно. Может, она так и задумана, а может, и не одна, может, там еще. Но я прям уже вижу, куда ее присоединить. Челюсть, о которой говорилось в буклете, когда я начал себе спойлерить тушки находятся внутри. А, ну понятно, почему она отдельно, чтобы эта самая челюсть не занимала слишком много места. Интересно, она склеенная. Ну да, я так понимаю, она склеенная. Знаете, как всякие сувениры лего продаются. Они тоже склеенные. На детали не разберешь, только на полку. И это хорошо. Такие вещи на самом деле не стоит разбирать, лучше оставлять их на память. Роемся дальше, смотрим, что внутри. На самом деле, мне кажется, осталось... Да, самая последняя вещь, и это футболка. футболка... Это футболка... Кстати, какого размера? Футболка моего размера. Офигительно. Это Джокер. Так, вот. Класс. Очень круто. Буду носить с удовольствием. Цвет крутой, принт крутой. Если честно, это, по-моему, лучшая коллекционка, которую я видел вообще абсолютно без какой-либо лишней лести, потому что, ну, во-первых, она рассчитана на детскую аудиторию, поэтому ее создатели могли себе позволить оформить ее как настоящий такой подарок. Такой вот прям серьезный и крутой подарок. Супер. Все бы так на самом деле делали. Повторюсь, не уверен, может быть, это пресс-издание. Но спасибо большое Warner Bros за такой классный подгон. Очень круто, очень было интересно открывать, очень интересно было снимать этот ролик. В общем, если не знали про такую игру, обратите обязательно на нее внимание. Если работаете на российской таможне, относитесь к таким вот вещам бережнее, пожалуй, ста. DC Super Williams уже вышла, судя по буклету, 19-го числа. И, кстати, мне еще подогнали несколько кодов, чтобы я мог разыграть на своем канале. Давайте так, мы устроим розыгрыш в группе ВКонтакте. Я, когда буду монтировать этот ролик, все придумаю. Скорее всего, сделаем какие-нибудь лайки, репосты и так далее. Так что, переходите в описании ролика. Там все условия, там все ссылки. Обязательно разберетесь. Где-то неделю будем проводить конкурс и... розыгрыш, точнее. Какой конкурс? Конкурсы на свадьбах. Розыгрыш. Разыграем две игры для ПК и две игры для PlayStation 4 цифровых. Вышли коды и так далее. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лайки, чтобы видео не утонуло и... До новых встреч. До новых встреч. Скоро приедет RetroStuff. Огромное количество. 20 килограмм RetroStuff ко мне едет. Пока. Продолжение следует...